С начала текущего года подразделениями криминальной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение 9 уголовных преступников для стран Содружества независимых государств. Также задержаны 17 уголовных преступников, скрывшихся от органов следствия, дознания и суда, объявленных в розыск осужденных и состоящих на учете службы пробации, из которых 5 преступников относятся к категории прошлых лет. Подробнее о розыске уголовных преступников и пропавших без вести людей смотрите далее. Дмитрий Вербицкий служит в органах внутренних дел с 2017 года. Принятие решения выбрать такой род деятельности способствовала семейная династия. Отец Дмитрия является пенсионером МВД. Он и стал примером для молодого специалиста. Сегодня Дмитрий Вербицкий работает в отделе розыска уголовных преступников. Распознавание трупов, поиск без вести пропавших людей и особо опасных правонарушителей для полицейского – обычное дело. Уголовный розыск – одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Служба в таком отделе полиции, работа специфическая, имеет свои тонкости. Принятие решения способствовала семейная династия. Отец также является пенсионером МВД. Окончил я Кокшетовский государственный университет имени Шуханова-Алиханова по специальности юриспруденция. В департаменте полиции работаю с 2021 года непосредственно в отделе розыска с января месяца 2024 года в должности старшего уперполномоченного по особо важным делам. Линия розыска уголовных преступников является неотъемлемой частью криминальной полиции. Нередко в социальных сетях можно заметить фотографии с просьбой помочь найти пропавшего человека. По этой линии полицейским большую помощь оказывают волонтеры. Яркий тому пример – поисковое движение «Лидер КИЗ», созданное в 2016 году. Сейчас волонтеры организации работают в более чем 38 городах страны. Основная миссия движения – это поиск пропавших людей. Заявок поступает иногда очень много. Бывает за день, бывает три заявки. Бывает, допустим, месяц затишья. Как я сама, допустим, туда попала? Я попала, потому что у моей подруги пропала дочь. Она была несовершеннолетняя. Она не пришла домой вечером. И, естественно, начали искать своими силами. И к нам откликнулись волонтеры, именно движение «Лидер КИЗ». Задача волонтеров, в первую очередь, это самим не поддаваться таким эмоциям, потому что самое главное – это найти человека живым. В приоритете вообще, в поисках – это дети несовершеннолетние. Хотя даже в 18 лет говорить, все прекрасно понимают, что ты так же ребенок. Пожилые люди и люди с какими-то заболеваниями, естественно, с потерей памяти, они стоят в самом главном приоритете, и на них мы можем безоговорочно выйти, без согласия родителей, без согласия сотрудников. Волонтерская организация делится на несколько фракций. Группа поисковиков – группа для расклейки ориентировок, отдельно для распространения информации по социальным сетям. В этой нелегкой работе волонтеры-поисковики не могут не взаимодействовать с местными властями, прежде всего с правоохранительными органами. Это является приоритетным. Поэтому между «Лидер КИЗ» по Акмулинской области и Департаментом полиции региона подписан меморандум о сотрудничестве.